Так, ну, лендинг, конечно, интересный. Давайте, во-первых, сделаем нормальный размер, а это нормальный его размер. Ладно, хорошо, это нормальный его размер, модельные чехлы. Так, хорошо, ну, я пытаюсь пока понять, о чем лендоз. Почему? Потому что вроде чехлы, да, и чехлы. Почему? Ладно, не важно. Интернет проседает жестко у меня от данного сайта, это значит с сайтом явно какие-то видульки по теме загрузки. Потому что я обычно даже сайты крупные смотрю, у меня все нормально. Если проседать, значит жопа какая-то. Вот, ну ладно, так. Ну-ка, смотрим. Не, норм, здесь уже нормально. Значит, так, видимо, первый экран. Ну, надо дойти до какого-нибудь автомобиля. Чехлы автопилот, предзаказ, предзаказ. Ну, во-первых, это не лендинг, разумеется, это сайт, да. К сайту есть другие требования, ребят. Да, можно, я думаю, ничего страшного не случится. Сейчас я начну. Нет, это не из-за записи проседает, проседает из-за того, что сайт такой, господа. А вот ссылку-то я вам не накидаю, потому что с меня требуют кучу разных... Да что такое, я не понял. Пешеходные переходы с меня требуют. Вот. Короче, к интернет-магазинам предъявляются несколько другие требования. Есть первый экран, да. Первый экран, ну... Такое, на самом деле, себе. Почему? Потому что первый экран в интернет-магазине, это морда сайта. На нее редко, когда вообще и трафик гонят, и очень редко, когда на главном экране вообще появляется много трафика. Реально много. Поэтому надо смотреть либо какие-то позиции по каталогу, либо каталог. Давайте смотреть каталог, давайте смотреть сами чехлы. Цена... Для Audi 80. Ну, окей. Так, и фильтр. Давайте сразу еще фильтр посмотрим. Автопилот это производитель единственный. И, видимо, все. Деревянные накида... А, я понял. Это массажные. Мех дорогих. Я хочу пошутить на самом деле, но меня Миша очень попросил не материться и не ржать над вашими сайтами. Поэтому я очень стараюсь себя сдержанно вести, разумеется. Даже когда все едет по бороде. Так, ну, давайте начнем с простого, да, с серьезки. По поводу цены я, конечно же, не знаю ничего вообще о чехлах. Честно, я не покупатель. У меня были клиенты довольно долгое время на авточехлы, когда это было модно. Нынче это не особо модно. Я знаю примерно прибыль с одного чехла. Я бы не сказал, что это самая, наверное, классная и крутая вещь, которую вообще стоит продавать. Только если в объеме, да, и продавать, естественно, по всей России. Ну, тут с доставкой по России, благо, это уже хорошо. Естественно, кстати, есть еще очень дополнительно крутая допродажа. Если, например, вы находитесь в Москве, а тут как раз находится в Москве эта установка. Это тоже довольно крутая не то, что даже допродажа, а просто услуга, с помощью которой можно тысячу, полторы тысячи, в принципе, сверху накинуть к чеку. И есть люди, которые действительно приезжают и заказывают с установкой. Но я думаю, что человек в курсе уже и так об этом, поэтому это я так. По поводу фильтра. Давайте, опять же, начнем с чего-нибудь попроще. Возьмем просто модельные авточехлы. Ну, если вообще есть какая-то такая... Да, вот он, модельные авточехлы. Я не очень понимаю вот эту, конечно, штуку. Если кто-то мне объяснит, зачем оно здесь, почему модельные авточехлы... Чехлы падают в отдельные выпадающие меню с модельными авточехлами. Вместо того, чтобы выпадал бы какой-нибудь список с этими чехлами, ну, окей. Модельные авточехлы. Audi, BMW. Это понятно. УАЗ, Тагас. Давайте что-нибудь популярное возьмем. Для какого-нибудь Kia, наверное, да. Так, здесь идут автомобили. С автомобилями, да, фильтры, наверное, не нужны, потому что их мало. Навряд ли где-то есть много. Ну да, не должно быть. Наверное, Kia это одна из самых популярных. Давайте возьмем, что там популярное. Kia Ceed. Ё-моё. Ладно, хорошо. Пусть будет 2012 года. Не знаю. И здесь фильтр выпадать должен. Сейчас узнаем. Так. Фильтр у нас выпадает. Окей. Цены. Производители один. Я не знаю, хорошо это или плохо. Обычно все магазины имеют одного-двух производителей именно с чехлами, насколько я знаю. Ну, насколько это хорошо или плохо, опять же, сложно сказать. В принципе, здесь все норм. Закончил. Что значит закончился? Видимо, больше не выпускается. Окей, а если закончился, то что? Сайт не узкий. Сайт нормальный. У меня просто экран большой. Если хотите, я могу поменьше сделать. Так. Давайте я вот так сделаю. Вам, может быть, так будет приятнее. Вот так. Вот. Ну, ладно, я шучу, конечно. Нет, узкий. Он не узкий. Он нормальный. Вполне адекватный. И он не должен подстраиваться под мой огромный экран. Это пипец. Сколько у меня дюймов-то экран? Не написано. Ну, там что-то под сорокет. На самом деле, тут просто это все нереально разместить нормально на мой экран. Вот. Ладно. Смысл какой? Первое, что меня смущает, это закончился. Если закончился, то должен быть кросс-сейл. Либо даун-сейл. Либо что-то еще. То есть, надо продавать что-то, какие-то другие виды чехлов. То есть, если закончился, то хотя бы ссылка на какой-то дополнительный, другой. Если нет наличия, то покажите мне какой-нибудь, ну, вот рекомендуемый товар тут есть, там почему-то закончился. Зачем это писать там, не очень понимаю. Ну, может быть, да, это логично, но тогда должно ввести на какую-то другую. Хорошо, а есть то, что... А есть в наличии просто галочка. Кажется, надо сходить за бутылкой водки. То есть, допустим, давайте представим. Значит, у вас есть реклама. Вы загоняете под KIA SEED 2012 года человека вот сюда. И все, все абсолютно чехлы на KIA SEED 2012 года, их нет в наличии. Я бы же правильно понимаю? Или... Или я что-то не понял. Не, ну, тут действительно надо принести бутылку вискаря, выпить. Давайте все выберем, хорошо. Ладно, меня первое, что смущает, все-таки, ладно, некоторые моменты. Давайте еще с мобильного посмотрим. Я думаю, что на мобильном я сейчас увижу еще более извращенный. Детекспо.ру Сайт Каталог Меню... Так, надо вам отдельно это показать. Как не надо делать интернет-магазины. Так, включаем мобильную версию. Вот это вот... Ладно, давайте пока с обычной версией разберемся. Даже вот так. По моему субъективному мнению, нехорошо иметь только товары, которые закончились. Это плохо. Плохо. Плохо это для даже SEO, если кто не в курсе. Это плохо для Яндекс.Маркета. Или что-то еще. В любом случае, это плохо. В большом количестве иметь товар, который закончился. Потому что Яндекс, например, об этом знает, что вы хитрые, нехорошие люди. И вы пытаетесь просто в SEO выехать. Он вам может за жопу взять вас, в общем. Ладно. Второй момент. Если закончился, нет наличия, ну фиг с ним. Ну что-то должно быть. Очень важный момент, который я лично для себя вижу. Вот открытый. Даже если не смотреть на товар, который закончился или в наличии. Здесь кнопка, видимо, либо положить в корзину. Давайте в нормальный перейдем. В какой-нибудь Kia. Давайте перейдем, наверное, в менее популярные автомобили. Раз уж тут так расходятся хорошо. Давайте какой-нибудь Пиканто, наверное. Я не знаю, что еще популярно. Арио. К сожалению, я не имею автомобиля. Kia. Так, вот. А, да, в корзину правильно есть. Купить в один клик почему-то нет. Не знаю, по какой причине. Но зато есть лайк. И есть, видимо, сравнение. Я попробую предположить. Интересно, здесь в наличии есть, а это не в наличии. Или что это? Блин, надо реально за вискарем сходить. Тут... Тут окосеешь даже без вискаря. Вот, ладно. Что еще смущает? Я бы на всех абсолютно... Так, нет, давайте-ка мы теперь мобильную версию откроем. Смотреть код элемента. Во-первых, вот это для меня непонятно. Что такое? Зачем две кнопки? Конечно. Ладно. Так, вот это вот модельные авточехлы. Значит, экран, правда, должен быть какой-то iPhone. Давайте 8 Plus. Более-менее, чтобы было похоже. Так, берем, не знаю, там какой-нибудь... Что мы там брали? Кию, да? Ищем Кию. Кия. Навигация, конечно, для мобильного, я думаю, это просто жесть. Я думаю, вы видите. Но это ладно, опять же. Это все сайты этим болеют. Здесь без каких-либо. А, СИД. СИД уже у нас нет же. Это да, вот это обратно. Так. Рио, да? Заходим в Рио. Какой-то Кио. Киа Рио. Где кнопка положить в корзину или купить в один клик? Я хотел спросить. Думаю, может быть, я просто грешу на мобильную версию? В смысле, на ПК-версию? Но нет. Либо я тупой, либо здесь нет просто. Давайте я покрупнее сделаю, чтобы, может, плохо видно. Не, покрупнее не сделаешь здесь. Она не хочет. То же самое у меня на телефоне. Так не пойдет. То есть, нужна кнопка купить в один клик. И самый главный вопрос, который меня больше всего волнует. Почему, если я и так вот, мне тяжело разобраться, я не могу купить с телефона, очень тяжело, так еще и нету просто телефона в открытом виде. Все мне говорят, что в закрытом виде, вот смотрите, зайдите, вот тут где-нибудь можно найти. И это не читабельно, это найти невозможно. А знаете, куда мне звонит он? Он мне звонит на плюс 84. С вот этого номера, вот с этого. Вот с этого. Он почему-то звонит мне на плюс 84. Но вроде, правда, правильно он набирает. Ну так нельзя. Серьезно. Тогда в открытом виде хотя бы один просто телефон повесить куда-то к меню. Это уже будет намного лучше. Потому что с мобильного все равно люди достаточно много ищут. Если вы думаете, что сейчас век еще ПК, я вас очень сильно огорчу. Плюс тут, естественно, все друг на друга наезжает. Это, конечно, то же самое на телефоне, кстати, сразу говорю. Верни обратно. Верни обратно, говорю. Спасите, помогите. О, кажется, вернулось. Вот. Меня это смущает. Еще меня смущает, естественно, все-таки вот эти вот всплывающие моменты. Я не знаю, зачем они на самом деле нужны при наведении. Достаточно у каждого из позиций, которые есть в каталоге, вот эти вот, да, при наведении. В принципе, достаточно просто иметь кнопку в корзину и купить один клик. Лайки, всякие эти истории. В принципе, вы об этом можете уже забыть. Это уже не актуальная история. Вы можете их выпиливать. Это все очень красиво. Отзывы в любом случае писать, конечно, надо. Может быть, звездочки расставлять. Но это внутри, скорее, каждая позиция, нежели чем. Вот. Поэтому... Ну, я бы у каждого открытый оставил. Для меня вот... Я не понимаю, зачем они нужны вот при всплывании. Тем более, если у вас на мобильном вообще нет кнопок никаких. Вот это что такое? Вот. Я же не буду вот так вот вводить кнопкой все время, давить пальцем, правильно? А здесь просто нет ничего. То есть, я не могу ничего заказать. Грустняшка, на самом деле. Сам сайт хороший. Он приятный, он опрятный. К нему вообще вопросов особых нет. Первая, наверное, самая большая проблема все-таки. Он довольно хорошо жрет по теме трафика, да? При этом это на мобильном чувствуется в интернете. Раз. И это, по-моему, только на первом экране и плюс-минус на каком-то еще. То есть, дальше уже вроде как нормально. Значит, где-то просто картинки еще хромают. Я сейчас не буду разбираться. Там можно открыть замечательный сайт Pingdom. Вот он, Tools Pingdom. И можете прямо туда вбивать свои сайты все дружно. Ну, только в нормальном количестве. Вот. А то обычно сразу по 50 человек туда заходит и очередь в 50 человек. И сразу смотрите, что у вас, из каких вот элементов на каждой странице, что загружается. И как долго загружается. И сколько весит. Ну, и тому подобное. И очередность еще загрузки там тоже есть. Открываете, смотрите. Кто-то скажет, есть же в Гугле такая история. Есть. Но в Гугле менее детально все это расписывается. В PageSpeed Insights. В Pingdom намного более детально расписывается. Очень крутая вещь. Советую попользоваться. Вот. Сам товар, ну, может прикольный. Все хорошо. Я не целевая аудитория, к сожалению. У меня у всех автомобилей кожаный салон. Я такими вещами не балуюсь. Вот. Но, тем не менее. Цвета, да, круто. Все норм. Я как понимаю, это на отдельную страницу меня перебрасывает. Купить в один клик есть. Но есть почему-то внутри самих позиций. Это неправильно. То есть купить в один клик имеется в виду отсюда. Вот с этого экрана. Чтобы не заходить внутрь. Поэтому. Фильтр нормальный. Претензий к нему нет. То, что товара в наличии в некоторых местах нет. Это, конечно, не круто. Оплетки Premium Autopilot. А что, на руль тоже есть какие-то оплетки? Ничего себе. Круто. Ничего не могу сказать. Ну, и да. Конечно же. Главный у вас конкурент. Это Яндекс.Маркет. Который вас будет дрючить. Вот, кстати. И вот сейчас даже уже провисает интернет. Хотя, опять же. Просто я пару страниц пролистнул. Прям видно. Ссылку на пинг дам. Серьезно? Хорошо. Специально для вас. Сейчас буду я опять ребусы какие-нибудь разгадывать. А нет. Да. Да. Пешеходные переходы. Так. Пешеходные переходы. Они. Их больше нет. Вот. Только на Москву. Если только на Москву, то на самом деле надо что-то более солидное делать. Я как понимаю, все-таки если на Москву, опять же, то на Москву у вас там условно, Вадим, у тебя где-то 60-70% трафика. Я тебе вообще советую просто Эдворцем тыкаться. Ну и плюс, конечно же, я не могу рекомендовать динамические объявления и смарт-баннеры. Потому что в основном большую часть людей, которых я анализирую, которые приходят ко мне на консультации со смарт-баннерами и динамическими объявлениями, они делают какую-то керню. Честно. Хотя вроде там ошибиться нельзя, но они ошибаются практически везде в одних и тех же местах. Так, ладно.